А сейчас репортаж из телевизионного цикла под названием «Новый путь». В столице провинции Ляонин, Шиньяне, находится известный машиностроительный гигант в сфере производства робототехники. Наша съемочная группа ознакомилась с разработками и узнала, как всего одна компания смогла преобразить весь производственный сектор страны. Китай вступает в эру автоматизации, развивая многообещающий сектор робототехники. А Сиасан – один из крупнейших производителей этой техники в стране. В начале наши роботизированные изделия использовались при сборке автомобилей. В то время остальные отрасли были менее автоматизированы. Гао Фэн работает в Сиасан вот уже более 20 лет. Он видел, как компания стремительно росла по мере того, как всё более современным и индустриализированным становился сам Китай. В 2016 году она крупная отечественная компания, выпускающая аккумуляторы чистой энергии. Обратилась к нам по поводу сборочной робототехники. В то время в таком производстве доминировали иностранные компании. А сегодня почти все китайские производители аккумуляторов используют отечественную продукцию. Гао Фэн рассказывает, его подразделение на протяжении многих лет выпускало всё более умные и высококачественные продукты. И здесь всегда был важен творческий подход. Компании движут инновации, продолжает президент Сиасан Джан Дзинь. Роботы старовольнейшие технической поддержкой для расифровизации традиционных отраслей промышленности. Естественно, постоянно изучают способы модернизации и совмещенствования технологий. Тут требуется значительный объём инноваций. Руководитель подразделения по производству полупроводникового оборудования Тань Сюэ Кэ показывает, где был изготовлен самый первый вакуумный робот в стране. Он говорит, что соблюдение абсолютной чистоты при работе с пластинами здесь, возможно, даже важнее, чем для больничной операционной. Когда-то все подобные вакуумные роботы в Китае были импортными. Сиасан изменил это, создав производство с нуля. Мы начали выпускать вакуумные роботы в 2004 году в рамках национального проекта, который также был ответом на иностранный эмбарго. Естественно, с мера бонусю закрыт пробег на этом рынке. Сиасан изменила облик всей китайской индустрии робототехники, получив в процессе более 1300 патентов. Каждое новое поколение, каждый сотрудник компаний, как, например, Гао Фэн и Тань Сюэ Кэ, стремится к инновационному развитию и прорывам, в совершенстве владея знаниями обо всех уже существующих ключевых технологиях и оборудовании. Именно так Китай собирается добиться качественного развития, построив великую современную социалистическую державу. Юлий Сиджитян